Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. ЧП в первый день весны. В Самаре ледяная глыба упала на прохожего. Мужчина смог добраться до ближайшей поликлиники. Оттуда его на скорой доставили в больницу с признаками сотрясения головного мозга и гематомой. Весенний оттепель добавила работу управляющим компанией. Оттаивающие за день тротуары и дороги покрываются ледяной коркой к вечеру и ночью. Чтобы утром жители могли безопасно ходить по тротуарам, глава администрации Самара Олег Фурсов на еженедельном совещании поручил управляющим компанией мобилизоваться. Асфальт должен быть очищен от льда. Кроме того, мэр обратил внимание на то, что из-за оттепеля усиливается сход наледи с крови или козырьков балконов. Если частные коммунальщики уже начали работать на крышах, то сами жители не всегда заботятся об этом. Ямы на дорогах Самары начнут заделывать в самое ближайшее время. Мэр города Олег Фурсов дал поручение руководителю городского департамента благоустройства составить график работ по ямочному ремонту. Заранее учесть, сколько заводов будут поставлять асфальтобетонную смесь и на что город может рассчитывать. Это традиционно. Каждый год у нас происходит. Пока мы дороги с вами не отремонтируем, у нас вот эта практика, она будет повторяться регулярно. И задача ваша минимизировать ущерб и неудобства в кратчайшие сроки, которые вот эти ямы вызывают у наших граждан. На еженедельном совещании в мэрии глава администрации Самара Олег Фурсов представил нового руководителя управления информацией и аналитики. На эту должность назначена Елена Рыжкова. Ранее она возглавляла управление стратегического развития информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом регионального Минтруда. На прежнем месте работы занималась организация освещения деятельности министерства в СМИ, вела аналитическую деятельность, а также курировала разработку стратегических и программных документов в рамках развития подведомственной сферы. Новый руководитель в главном управлении МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. Он уже успел познакомиться с губернатором и коллективом региональной полиции. Напомню, на этот пост генерал-лейтенант полиции назначен приказом президента, до этого аналогичную должность он занимал в Кировской области. В органах внутренних дел Солодовников с 1988 года прошел все ступени оперативной работы. Ветеран боевых действий выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. А в трех городах России ему было присвоено звание почетного гражданина. В Самару, признается Сергей Александрович, приехал впервые. Я когда приезжаю в любой регион, я в него влюбляюсь по одной простой причине, что это уголок России. И думаю, что Самарская область не станет исключением. Начнем свою работу с ознакомлением с городом, с областью, соответственно, с территориальными подразделениями главного управления и будем работать с коллективом. Самарская область может стать первым регионом собственной доктрины продуктовой безопасности. В Губернскую думу внесен соответствующий законопроект. Установление государственного контроля рынка продовольствия предусматривает необходимость не только учета производства продовольствия, поставок и контроля за движением оптовых партий от производителя или импорта до потребителя, но и сертификацию качества продовольствия, включая и импортное. Свежесть продуктов питания в самарских супермаркетах под контролем надзорных органов. Проверки проводит и глава городской администрации Олег Фурсов. Как выяснилось, не зря. Продавцы стали тщательнее следить за тем, какого качества товар лежит на витрине. Это просто халатность, руководство и отсутствие работы контролирующих органов, которые обязаны обеспечивать безопасность питания. Представители власти, силовых структур и общественники в последнее время частые посетители сетевых продуктовых магазинов. Не с целью пополнить свои продовольственные запасы с проверками. Однако посетители не всегда желанные. Во-первых, приходят без предупреждения. Администраторы магазинов не успевают навести лоск и как следует подготовиться. Во-вторых, обязательно найдут что-нибудь невкусное. Запрещено категорически действующим. Наличие вот такого продукта в торговом. То есть на складах вполне возможно. Проверить все торговые сети сверху донизу. Задача, поставленная главой администрации Самары Олегом Фурсовым. Интенсивные проверки проходили в течение месяца. Руководители торговых центров оказались людьми неравнодушными к потребительской безопасности населения. К замечаниям и предписаниям прислушались. Например, в магазинах «Магнит» улучшилось санитарное содержание торговых залов и контроль качества продуктов питания, говорят покупатели. Меньше. Тысяча процентов меньше. По всем магазинам меньше просрочки стало. За счет общественного контроля наверняка точно. Всегда смотрю. Просто бывали случаи в других магазинах. И маленький ребенок плюс. Поэтому забочить о себе, о здоровье своих близких. Детям беру. У меня трое внуков. Поэтому я смотрю. Очки одеваю, смотрю. Никогда не видела. Никогда. Ну, без доверия. Ну, жить-то как? Скажите. Вот как? Мы не можем проверить все абсолютно. Это просто в принципе невозможно. Супермаркет и «Магнит» в Самаре одни из самых многочисленных. В городе функционируют три гипермаркета, 115 универсамов, 14 отделов магнит-косметик. Предприятие является крупным налогоплательщиком-работодателем. Сетевые супермаркеты с проверками регулярно навещают и представители Союза потребителей. И мы будем выходить с инициативой и к городским властям, к властям области, чтобы сделать наши мероприятия регулярными, чтобы также привлекать к этим мероприятиям СМИ, чтобы эти мероприятия стали известны общественности, чтобы общественность также подключалась к контролю качества продуктов питания, которые они же и кушают. Внеплановые проверки продолжатся. Если продуктовые магазины нарушают закон, информацию общественники передают Роспотребнадзор. Потом суд. Как показывает практика, в большинстве случаев закон встает на сторону потребителя. Зеленые легкие города оздоровят этой весной. Сотрудники муниципального предприятия спецаремстроя «Зеленхоз» проведут санитарную обрезку более трех тысяч деревьев. Работа активизирована по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова. Начало весны самое удачное время для обрезки. Активное сокодвижение еще не началось, поэтому омолаживающие процедуры воспринимаются растениями менее болезненно. Сейчас работы ведутся во всех скверах города. Полностью завершить их должны до конца марта. Кроме обрезки, рабочие спиливают аварийные тополя. Эти деревья уже отжили свой биологический срок. Будут снесены, иначе они уже стали опасными для людей, для транспорта. Летят ветки с них. А осенью будут посажены на их месте крупномерные деревья, березы, лепы. Важное сообщение для автолюбителей. С 5 марта будет ограничено движение по Московскому шоссе в районе пересечения Советской Армии и торгового центра Империи. Там начнется строительство подземных пешеходных переходов. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно вежливыми к другим участникам движения и по возможности выбирать пути объезда. Самое время воспользоваться метро, а заодно и оценить новый информатор остановок, который теперь звучит приятным женским голосом. Об этом в Твиттере пишет блогер Александр Минеев. Как сообщили в Департаменте транспорта, новое оповещение начинает работать во всех вагонах. Предыдущее было изменено впервые за последние 27 лет после открытия станции Алабинская, но вызвало резкую критику горожан. В соцсетях они активно высказывались на эту тему. Ведомство приняло решение перезаписать автоинформатор. Кроме того, в самарских трамваях появилось оповещение с голосом журналиста и телеведущего Ильдара Кагирова. Мама, папа, я – читающая семья. Конкурс, посвященный году литературы, прошел в Куйбышевском районе Самары. Сделать своими руками книгу и представить ее жюри из 25 семей 8 дошли до финала. В семье Нетрепских подготовка к конкурсу превратилась в вечерний досуг. Все свободное время мама Ольга, папа Леонид и сестры Маша и Варя рисовали семейные эмблемы, учили стихи и репетировали мини-спектакль. Проводить вечера вместе за чтением книг и развивающими играми – семейная традиция. Телевизор в доме Нетрепских всегда выключен. Главное, говорят в семье, – любовь и гармония. Родители уверены, в первую очередь нужно воспитывать не детей, себя. Мы им позволяем выразить несогласие с нами. Это очень тяжело дается порой, пытаться встать на сторону ребенка, понять, почему он и так хочет, почему он не хочет нас слушать, или почему он хочет делать по-другому. Не слушать, наверное, по-другому. И очень часто оказывается, что это не ребенок себя плохо ведет, а он просто другой человек. Вот основной момент – это человек, это полноценная личность, просто маленькая. Команда АБВГ «Дейка», она же семья Горшениных. Участие в конкурсе воспринимает как проверку на прочность. Мама Ольга говорит, важно научить детей общаться с людьми и не бояться публики. Для маленькой Тани это первое выступление. Девочка добросовестно выучила отрывок из басни Крылова. Что за шейкой, что за глазки, рассказывать так право сказки. Главная ценность семьи Горшениных – дети. Мы всегда любим быть с детьми. Дети для нас самое главное. И весь свой досуг, отдых мы проводим всегда рядом с ними. То есть у нас нет такого слова без детей. То есть куда-то сходить, съездить. В конкурсе для воспитанников детских садов и их родителей приняли участие 25 семей. Каждый из них предложили сделать своими руками семейную книгу. И авторы восьми лучших самодельных летописей вышли в финал. За звание самой читающей семьи боролись участники из 12 детских садов. Организаторы говорят, чтобы дети полюбили книги, родители должны читать им буквально с пеленок. Семейные конкурсы в помощь. Такая форма работы у нас ежегодная. Меняется только тема. Мы всегда проводим для семей какой-то интересный конкурс. Либо это спортивный конкурс, либо это был у нас конкурс по краеведению. Либо вот такой, как сегодня. Во-первых, такие конкурсы сплачивают семью. И как бы всегда очень интересные все. Домашнюю коллекцию семьи победителя пополнит уникальная книга Вагана Каркарьяна «Самара Куйбышев-Самара». Алина Чемерис, Павел Пресняков. События. Завершился чемпионат России по настольному теннису в воскресенье. В личном первенстве за звание лучшего соревновались порядка 130 спортсменов со всей страны. В итоге на пьедестале почета оказалось сразу несколько самарских спортсменов. Репортаж Анастасии Зубаревой. 19 лет самарской школы. Второй номер в рейтинге спортсменов на российском чемпионате. Алексей Смирнов в финале одолел Вячеслава Бурова. Последние семь лет он представляет Оренбургскую команду. Хотелось просто выступить, показать хороший теннис, на который я способен еще пока. А так я не как бы... Ну что, у меня цель, если я уже три раза его выигрывал, как бы, поэтому я как бы хотел выиграть еще раз. Сейчас ребята все потянулись, играют хорошо, поэтому не сейчас было так просто. Самый высокий уровень проведения чемпионата на самарской земле отметили и участники первенства, и организаторы. По словам Александра Бабакова, президента Федерации настольного тенниса России, депутата Госдумы, созданные в Самаре условия соответствуют мировым стандартам. Я бы оценил и дал ему оценку самую высокую, поскольку для спортсменов и зрителей важна комфортность условий. В данном случае мы имеем дело с профессионалами, которые обеспечили спортсменам всем необходимым, начиная от покрытия, освещенности, условий, питания, комфорта и так далее, заканчивая достаточно хорошими условиями, комфортными условиями для самих зрителей. Самарские болельщики следили за финальными встречами с интересом. Помимо Алексея Смирнова, на пьедестале почёта в своё место заняла и самарчанка Анна Тихомирова. Она выступила за сборную команду московского региона, завоевав серебро. Это, конечно, очень радует, вдохновляет. Я думаю, что это будет прекрасный пример для тех ребят, которые сейчас занимаются, которые имеют возможность общаться с великими мастерами, потому что все они, все наши воспитанники, они с удовольствием сейчас посещают нашу школу Олимпийского резерва, общаются с юными спортсменами. Я думаю, что Самару ждёт, конечно же, великое будущее. Золотые призёры первенства России войдут в состав сборной и будут представлять нашу страну на чемпионате Европы, который пройдёт этой осенью в Екатеринбурге. Самые яркие моменты полуфинальных встреч смотрите в дневнике чемпионата России после программы событий на телеканале «Самары ГИС». Анастасия Зубарева, Артём Сулайманов, События. Возрождение состоялось, чемпионы определены. В Ледовом дворце «Кристалл» разыграли финал региональных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. Организатором выступило Самарское региональное отделение партии «Единой России». В этом году в областных соревнованиях приняли участие более 70 команд. О спорте настоящих мужчин, которые начали осваивать и девочке в репортаже Анастасии Зубаревой. Дмитрий Триганов в хоккее равняется на Сидне Кросби, центрального нападающего Питтсбурга. Капитан Самарской чайки уже по собственному опыту знает. В спорте случается всякое, руки опускать нельзя. Тогда фортуна будет на твоей стороне. Самый сложный противник был у нас это были Марат из Тольяттинской команды, из Ягодного. Нас было немного поменьше, чем их. Нас было 6, а их 20 человек. До финала нужно было обойти в хоккейном мастерстве больше 60 команд из 30 районов и малых городов губернии. В финале напряжение наколено до предела. Здравствуйте, друзья! Дмитрий Триганов, по-настоящему спортивные. Недаром говорят, что еще один игрок, а хоть не запасной, это именно болельщики. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. За кого болеете сегодня? Ну, естественно, за любимую команду «Чайка». Как помогали дойти до финала? Такой ответственный день сегодня у ребят. Ну, вы знаете, переживали, помогали, как сказать, не спали ночами, за них переживали, возили на тренировки. И вообще наши дети самые лучшие. «Чайка» – чемпион! «Чайка» – чемпион! Такая бурная поддержка болельщиков оказалась не зря. Сразу в двух возрастных категориях. Средний и старший победила команда «Чайка» Красногринского района Самары. В этом году лучшим командам вручили сертификаты на приобретение спортивной формы. 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч за второе. Бронзовые призеры получили комплект профессиональных клюшек. Одна из целей проведения таких турниров – это, конечно, наряду с привитием любви к спорту, это, конечно же, аудит спортивных площадок, дворцов спорта, где ребята могли бы развиваться. И я считаю, что этих целей мы достигаем. Показательно, что за три года проведения турнира «Золотая шайба» в Самарской области появилось шесть новых дворцов спорта, в том числе и «Кристалл», который принял финал региональных состязаний. Такой спортивный рост невозможен без координированных действий областных и городских властей, уверены организаторы турнира. Мы будем делать все, чтобы создавать современную базу, базу, которая привлекала молодежь. Куда бы здесь не пышки шли. Это я имею в виду строительство дворцов. Планируем во всех практически крупных городах наших в ближайшие 2-3 года и в больших районных центрах иметь ледовые дворцы. За год участников у нас стало практически в два раза больше. И это не предел. Я думаю, что на следующий год команд участников турнира «Золотая шайба» в Самарской области станет еще больше. Победитель «Золотой шайбы» в Самарской области отправится на окружной этап. Если юные спортсмены покажут высшие классы там, дальше далеко ехать не придется. Финал всероссийского турнира пройдет в Тольятти на площадке «Лада-арена» с 19 по 27 апреля. Анастасия Зубарева, Максим Госев, События. Впереди вас ждут новости экономики. А я напоминаю телефон редакции 202-11-22. Наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств расширили еще на 50 наименований. Обновленный список лекарств сформирован по новым правилам. В него включены лекарства только с доказанной клинической эффективностью на основе двухуровневой экспертизы и с привлечением широкого круга экспертов, в том числе главных внештатных экспертов Минздрава. Лекарства из списка отличаются от обычных тем, что цены на них регулирует государство путем установки предельных отпускных цен производителей и максимальных оптовых и розничных надбавок. Причем даже для зарубежных поставщиков цены устанавливаются в рублях. К апрелю Министерство промышленности и торговли РФ подготовит модель системы продовольственных карточек для граждан России, имеющих право на получение различных субсидий. Планируется, что реализовывать карточную систему будут субъекты Российской Федерации. Это будет система поддержки не только населения, но и отечественного сельхозпроизводства. Система подразумевает, что гражданин, имеющий право на федеральную субсидию, может сделать выбор – получить ему денежные средства напрямую или выбрать получение продовольственных карточек. Это называется «почувствуй себя в 90-х». Австрийские курорты потеряли 28% туристов из России. Такие данные приводит статистическое ведомство Австрии. Из-за сокращения туристов из России, несмотря на некоторый рост турпотока из Швейцарии, Великобритании и Польши, общее число забронированных мест в отелях Австрии сократилось на 0,3%. По словам местных принимающих туроператоров, на скорое возвращение российских туристов в стране не рассчитывают. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ прибавил до 1772 пунктов. В лидерах роста – акции НМТП, ЭОН Россия, РДР Русала, Распадская и Магнит. В лидерах падения – МИЧЛ, ТГК-1, КАМАЗ, НЛ Россия и МВИДЕО. Открытию российского фондового рынка в зеленой зоне способствовал отскок нефтяных цен, а также позитивная утренняя динамика на площадках Азии. Вопреки прогнозам аналитиков на старте торгов, российские индексы проигнорировали напряжение внутренней политической и общественной обстановки. Курс доллара на 2 марта – 61,27 рубля, курс евро – 68,68 рубля, золото стоит 2373 рубля за грамм, серебро стоит 33,13 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 62 доллара 49 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. У военных летчиков поменяли начальника. Баскетболисты Красных Крыльев на выезде проиграли Казанскому Униксу. Самарские легкоатлеты завоевали медали первенства России. В Адлере финишировало первенство России по легкой атлетике. В копилке Самарской сборной две медали. Даниил Фокин из Новокуйбышевска метнул диск почти на 50 метров. Это половина футбольного поля, за что получил бронзовую медаль. Более удачно выступила Софья Палкина из Тольятти. Она метнула молот дальше всех своих соперниц. Спортивный снаряд приземлился на отметке 71,68 метра. В результате Софья Палкина стала чемпионкой страны по легкой атлетике. В очередном матче чемпионата Единой Лиги самарские красные крылья на выезде в Казани уступили местному Униксу. Первую половину встречи красные проиграли всего 4 очка 33 на 37. После перерыва самарцы продолжили натиск на кольцо Уникса, но хозяева паркеты ответили точными бросками в сторону крылья. В больше всех потрепал нервы самарской команде американский защитник Кертис Джеральдс. На его счету 16 очков и 4 результативные передачи. В итоге красные крылья потерпели поражение 56-83 и занимают 14 место из 16 в чемпионате Единой Лиги. В хоккейном клубе ЦСКА ВВС поменялось руководство. На время болезни президента самарской команды Михаила Нечапуренко контролировать ситуацию приглашен генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Владимир Вдовин. Такое решение принял министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Сейчас Нечапуренко лечит сердце в Самарском областном клиническом кардиоцентре. В его отсутствие хоккеисты пригрозили бойкотом матчей плей-офф чемпионата российской хоккейной лиги. Клуб не платит спортсменам зарплату уже три месяца. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!